Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И мы поговорим об одном из самых интересных матчей этого раунда, возможно, о главной сенсации этого тура. Мы поговорим о поражении Ростова в поединке с Акроном. 0-2. Тольяттинцы выиграли на выезде, и здесь, конечно же, одной из главных сюжетных веток стало противостояние наставника Ростова Карпина и футболиста Акрона Дзюбы. Того самого, который не вызывается в сборную, того самого, у которого не самые однозначные отношения с Валерием Карпиным. А здесь вот, пожалуйста, встретились лицом к лицу, и посмотрите, чем это закончилось. По неволе возникают какие-то параллели с событиями, блин, почти что десятилетней давности, когда Дзюба отправился в аренду в Арсенал из Зенита, и в матче против санкт-петербуржцев на глазах у Роберто Манчини, который не давал ему шанса в Зените, именно Дзюба смог показать себя во всей красе. Ну а здесь наставник сборной Валерий Карпин, который не вызывает Дзюбу, который когда-то пытался помириться с Артемом, и помните, была у них даже встреча такая неофициальная. Так вот, здесь Карпин, конечно же, оказался в неудобной для себя позиции. Дзюба забил, Дзюба помог своей команде обыграть Ростов, и после этого матча сразу же журналисты начали спрашивать, а почему бы не вызвать Артема, а почему Дзюба нет в сборной, и все в этом духе. Давайте разберемся в этой истории, обсудим то, насколько был хорош Дзюба, в чем он был хорош, стоит ли говорить о возрождении Артема, и я выскажу свое личное мнение касательно сборной России и вот всей этой ситуации Карпина и Дзюбы. Кто здесь прав, кто нет, на мой субъективный взгляд. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от Трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, касательно Дзюба следует признать, что это был действительно очень крутой матч в его исполнении. То есть здесь мы лишний раз убеждаемся, что когда Артем настроен, когда он мотивирован по максимуму, он может быть нападающим топового уровня. Проблема, наверное, в том, что это самая мотивация у него возникает далеко не всегда. И одно дело, когда ты на кураже штампуешь забитые мечи в зените. Другое дело, например, заставить себя эффективно играть за локомотив. Когда ты потерял место в стартовом составе и тебе нужно на каких-то ограниченных отрезках времени проявить себя, выходя со скамейки. Вот это у него в прошлом сезоне вообще не получилось. И после этого многие как раз и задумались о том, что Дзюба закончился как футболист. Вот, пожалуйста, Артем возвращается в РПЛ вместе с Акроном. Ему доверяют место в стартовом составе. И следует признать, Дзюба действительно очень хорош. В этой встрече он не только забил мяч, он в принципе был чертовски активен. Его оценка 8,2 на сайте Huskort, который подсчитывает все технико-тактические действия, лишнее тому подтверждение. Тут и семь выигранных верховых единоборств, и две ключевые передачи под обострение. Ну и, конечно же, три удара, один из которых стал голевым. И в данном случае Дзюба показал прекрасную работу и как таранный нападающий, и как нападающий широкого круга действий. То есть как форвард столб, назовем это так, он весь матч боролся с Сако, вот с этим мощным парнем в обороне Ростова. И в самом дебюте он даже получил повреждение небольшое в дуэли с африканским центрбэком Ростова. Но дальше он очень здорово отыгрался. Потому что где-то вот на 15 минуте он получил повреждение в борьбе, а на исходе получаса игры забил. То есть здесь, пожалуйста, получите, распишитесь. Отомстил. Да и дальше были моменты, когда Дзюба выигрывал борьбу с этим африканским гигантом и наносил достаточно опасные удары. В том числе в концовочке мог забивать второй, но ударил выше ворот. Так что здесь, как мощный форвард, он отработал на славу. При этом, как я уже сказал, он не ограничивал себя именно вот этими узконаправленными функциями. Он мог и передачу хорошую отдать, как в лучшие свои сезоны за Зенит, когда он играл как такой, знаете, разыгрывающий форвард. Он достаточно неплохо комбинировал. Опять же, две ключевые передачи. Одна из передач его была по-настоящему опасной. Можно сказать, голевой момент создал. Поэтому здесь, да, Дзюба был хорош. Ну а теперь к тому вопросу, который задается Карпину и который сейчас задают многие эксперты, аналитики и так далее. А может быть вызвать Дзюбу в сборную и так далее. На мой взгляд, вопрос не совсем уместный. Как минимум. Потому что, во-первых, Дзюба может быть чертовски хорош в отдельно взятом матче. Но за один или даже два хороших матча нельзя вызывать человека в сборную. Это прям, скажем, маловато. Во-вторых, Дзюба ветеран. И понимаете, есть ветераны, которых еще можно вызывать в сборную в теории. Например, голкиперы. То есть многие спрашивают, почему при вот этом возрастном цензе в 30 лет, выше которого уже не вызывают в сборную, вызывают там Лунёва, например, или кого-то еще. Ну, вратарей это особый разговор. Петта и Рейна до 42-х вот играет. До сих пор выступают аж в итальянской серии А. Поэтому здесь, ну, для вратаря это не проблема. А вот для центрального форварда возраст Дзюба – это уже определенный минус. И говорить о том, что, дескать, Дзюба все равно крут, ну, сомнительно, ребят. Хорошие матчи по отдельности бывают даже в таком возрасте и даже в таких условиях. Но это не показатель того, что Дзюба, там, не знаю, еще через 2-3 года будет так же хорош и так же актуален. А мы понимаем, что сейчас сборная формируется как раз на будущее. Поэтому здесь то, что Дзюба забил Ростову – это вовсе не означает, что он будет полезен для национальной команды условно через 2-3 года, когда нас может быть вернут. Да и то не факт, сами понимаете. Поэтому здесь Карпина можно понять с этой точки зрения. Но, к сожалению, Валерий Георгиевич, на мой взгляд, в своих интервью не совсем корректно высказался, говоря о том, что, дескать, ну, и что здесь такого, и всякое в этом духе. Ну, Карпин бывает рисковать в своих высказываниях, хотя здесь, по сути, мог просто упомянуть возраст Дзюбы, и что в таком возрасте, ну, сложно надеяться на футболиста на какую-то длительную перспективу. И это объяснение все бы поняли. А так Карпин в каком-то смысле здесь чуть ли не обострил ситуацию в отношении с Дзюбой. И, с одной стороны, ну, казалось бы, ну и фиг бы с ним. Ну, всякое бывает у людей друг с другом, и все в этом духе, но все-таки мы говорим о тренере сборной. А это, как известно, государственная должность, как в свое время сказал Черчесов. И здесь, когда тренер, ну, скажем так, получается, переносит какие-то личные отношения, в том числе на тренерские вопросы, и об этом говорит, это, наверное, не совсем уместно. Сказал бы он, что Дзюба ветеран, поэтому по возрасту не проходит, вопросов бы не было. А так выходит как-то не совсем уместно, на мой взгляд, со стороны Карпин. Так что здесь ситуация примерно такая. Я прекрасно понимаю, почему Дзюба не будет в сборной, почему он сейчас не вписывается в стратегию развития. Говорить о том, что Дзюбу нужно вызвать, чтобы он какой-нибудь рекорд оформил в национальной сборной. Ну, поверьте, сборная не должна заниматься такими вопросами. Это немножко не дело для национальной команды, у нее другие задачи. Не возвеличивание Дзюбы, а, например, строительство команды на будущее. То, чем сейчас занимается Карпин в том числе. Но, с другой стороны, опять же, формулировки, которые использовал Карпин при разъяснении своей позиции, мне кажется, звучат не лучшим образом. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина, Фила Ричардса, Дмитриевича, Микро Хафилпафа, Серго ФКСМ, Кирилла, Евгения Злобина, Ольгу Фролову, Максима Новикова, Алексиса, Гладиатора Свау, Тихона, Изадеров Изадеров, Рима Рефрежератовна, Елену, Джаст Дуэт, Лазарес, Олег ЦВБП, Кристал Мун, Кель, Мага 01, Профессор. Спасибо вам. Дамы и господа, вы лучшие.